МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятив свою жизнь гигиене, науке, преподаванию, практике, осмелюсь поделиться своими соображениями относительно ее важности в системе подготовки врачебных кадров и ее будущего как основе профилактической медицины. Естественное стремление человечества к долголетию определило поиск способов сохранения и приумножения здоровья человека. Врачи древности Авицену, например, связывали предупреждение болезни с окружающей средой воздуха, пищей, водой, другими факторами, как сейчас принято называть здоровым образом жизни. Наличие у человечества в прошлом моровых болезней, эпидемических заболеваний, такие как чума, холера, испанка и других, требовало установления их первопричины и путей предотвращения болезни. Так возникли ограничительные меры в поведении, изоляция как здоровых, так и больных, карантин, обсервация. Эти действия также необходимо рассматривать как профилактические, не допускавшие распространение заболевания отдельных людей и населения. Позднее человечество находило способы предотвращения болезни разными методами. Окуривание помещения заболевшими, дезинфекция при воздушно-капельных инфекциях, хлорирование питьевой воды для предотвращения передачи заболеваний водным путем. История дает примеры эмпирических находок профилактики отдельных заболеваний. Средством против цинги были фрукты и овощи, отвары растений. Экспериментально был найден способ борьбы с оспой путем вакцинации. Иммунизация как вид профилактики многих инфекционных заболеваний прочно вошла в практику современной медицины. Великий хирург Николай Пирогов, обобщая факты, события и достижения, смог выразить свою надежду на перспективу медицины предупредительной. В настоящее время более 50% населения умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Свирепствуют онкология и другие болезни, до которых раньше население просто не доживало. Понимая сегодня факторы риска здоровью, врачи всего мира призывают людей к здоровому образу жизни, который определяет ее сохранение примерно на 50%. Другим аспектом профилактической медицины является гигиеническое и санитарно-эпидемиологическое нормирование. Разработаны, утверждены и действуют регламенты на качество питьевой воды, воздушной среды населенных мест и на производстве, на продукты питания, условия безопасности труда и т.д. Они предназначены для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. О проблеме гигиенического воспитания сегодня говорится много. Другой стороной вопроса должно быть ориентирование медицины на разработку стандартов профилактической работы по аналогии со стандартами лечения. В связи с частотой цитирования выражения видного врача, Мудрого болезни легче предупредить, нежели их лечить. Требуется его современное осмысление. По нашему мнению, одно слово «легче» следовало бы заменить. Болезнь не легче предупреждать, а разумнее, рациональнее, возможно, выгоднее. Профилактика в широком семантическом смысле рассматривается как общечеловеческий метод и способ достижения цели. Человечество во все времена или предупреждает нежелательные события, стимулируя желательные, или, если этого сделать не удается, ликвидирует нежелательные последствия. В медицине же профилактика является методом достижения основной ее цели – сохранения, укрепления и приумножения здоровья людей. Хорошо известно, что по целеполаганию выделяют три уровня или вида профилактики – первичную, вторичную и даже третичную. Первичная профилактика направлена на ликвидацию причин, порождающих снижение здоровья всего населения, подчеркивает именно всего населения, а также активацию факторов, способствующих его сохранению, укреплению и приумножению. А объектом исследования и воздействия является среда обитания человека, окружающая, природная и антропогенная, в том числе социальная. Вторичная же профилактика, которую проводят почти исключительно органы и учреждения здравоохранения, решает задачи раннего выявления заболеваний на индивидуально-групповом уровне в процессе диспансеризации, определения групп риска, а также, как промежуточной цели, проведения лечебных и лечебно-здоровительных мероприятий. В данной ситуации, в большей степени, именно конкретного человека. Третичная профилактика, которая отличается от вторичной, пожалуй, лишь тем, что решает задачи предупреждения инвалидизации и смертности конкретного человека вследствие его хронического заболевания. Таким образом, по сути, такое обозначение целей видов профилактики в какой-то степени разделило всех врачей и всех специалистов системы здравоохранения на два направления – клиническое и профилактическое – не только в системе образования, но и в последующей профессиональной деятельности, что и представляет собой, по мнению ряда специалистов, проблему консолидации усилий миицины, профилактики заболеваний населения. Основы такого разделения были заложены еще в 30-е годы XX века, когда в СССР формировалась новая система здравоохранения. Широкая полемика ее организаторов и руководителей в вопросе об организационных и методических отношениях первичной и вторичной профилактики Николая Александровича Семашко, Зиноя Петровича Соловьева и Алексея Николаевича Сысина в итоге создала разрыв между первичной и вторичной профилактикой. А по сути здоровье стало исследоваться в одном месте – в лечебно-профилактических учреждениях, а внешняя среда, которая это здоровье определяет, в другом – в санитарно-эпидемиологических учреждениях. Как образно охарактеризовали это состояние в свое время ведущие гигиенисты СССР, Гончарук Евгений Игнатьевич, Сидоренко Геннадий Иванович, Кошелев Николай Федорович, первичная профилактика лишилась зрения, вторичная профилактика лишилась рук, а вся профилактика в целом на многие годы оказалась малоэффективной. Несмотря на то, что за истекшие уже почти 90 лет эта ситуация постепенно и методично исправлялась, проблема комплексной профилактики до сих пор остается несбалансированной. И это главная, на наш взгляд, проблема. Врачи, клиницисты лечат конкретного человека без учета факторов риска, пособствующих развитию заболевания. А специалисты санитарно-эпидемиологических учреждений осуществляют в рамках социально-гигиенического мониторинга оценку состояния факторов среды обитания населения, без учета уровня и динамики течения заболеваний. Сказанное не столь однозначно. Да, внедряются современные технологии оценки рисков для здоровья факторов состояния воздуха, питьевой воды, шума. Поэтому одним из важнейших профилактических принципов применяется оценка социально приемлемого риска воздействия факторов среды на здоровье населения. Центры здоровья и медицинской профилактики проводят широкую деятельность по санитарному просвещению населения, привлекая к пропаганде здорового образа жизни врачей, специалистов всех профилей. Можно утверждать, что научные исследования в профилактическом направлении дают значимые результаты. Как я уже отметил, ситуация поступательно исправляется и система первичной профилактики развивается. Научные подходы гигиенического регламентирования или нормирования воздействия факторов риска на здоровье человека совершенствуются. Современная система профилактики является достаточно многогранной, комплексной и сочетанной. Ключевым в развитии и научном обосновании системы профилактики был и остается основной и главный принцип гигиенического нормирования, а именно принцип гарантийности нормативов среды для обеспечения нормы организма. Не вдаваясь глубоко в теоретическое рассуждение о норме организма как максимально достижимом в данных исторических условиях определенном состоянии структуры, функции адаптации и адаптационных резервов, обеспечивающих ему оптимальное уравновешение с окружающей средой, следует подчеркнуть, что она пока не имеет единого показателя своего состояния. При этом следует подчеркнуть важность понимания уровня нормы или здоровья человека, минимального, оптимального или максимального с учетом его адаптационных резервов. И здесь важным аспектом является идентичность понятий нормы организма и нормы здоровья человека. К таким закономерствиям можно отнести законы нормального распределения или функцию немецкого математика Гаусса. Но более демонстративным, на наш взгляд, является экспоненциальная зависимость, отражающая концепцию пороговости воздействия абиотических факторов среды на организм. То есть факторов, которые не являются специфичными, обязательными для развития организма, обладающим эффектом кумуляции, то есть накопления токсикантов в организме. Для них существует порог. А вот вопрос норматива воздействия для абиотического фактора, специфического, определяющего формирование и развитие организма, представляет определенную теоретическую проблему, то есть наличие или отсутствие порога воздействия. Таким образом, принцип гарантийности гигиенического нормирования имеет некоторую условность, недосказанность, недоисследованность, если хотите, что можно было бы решить с помощью нашей университетской науки. Гигиеническое нормирование и гигиенические нормативы при условиях их соблюдения должны гарантировать заданный уровень нормы организма и популяции в целом в настоящее время, в будущем и в поколениях. А в настоящее время обеспечивается применением предельно допустимых уровней и концентраций абиотических факторов окружающей среды. Остаются для решения и научного исследования следующие аспекты. Первое. Можно ли распространить его действия на абиотические элементы и факторы среды, то есть факторы, от которых зависит степень и своевременность биологического и физического развития человека? Второе. Какой уровень нормы организма он должен гарантировать? Минимальный, оптимальный или максимальный? Третье. Идентичны ли понятия нормы организма и нормы здоровья человека? Если нет, то в чем различие? Четвертый. Каким должен быть норматив, если действие фактора не имеет порога? Четвертый. Пятый. Означает ли это, что его величина должна приближать к нулю для абиотического фактора и к максимально высокому уровню для абиотического? Эти и еще ряд других вопросов остаются нерешенными. По мнению специалистов, эти вопросы относятся к методике или технологии обеспечения принципа гарантийности, не затрагивая его основы. Но они представляют важность включения в приоритетные направления развития университетской медицинской науки специалистов по сути всех его направлений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...